Всем привет! Меня зовут Таня. Вы смотрите канал Атмосферы Счастья. Сегодня вас ждет суперинтересная распаковка, потому что я сижу на полу, а это означает, что все то, что я хочу распаковать и показать вам, не поместилось на столе. Если вы смотрели предыдущий ролик, Новый год у меня продолжается. Напишите в комментариях, кто смотрел. Если не смотрели, бегом смотреть предыдущую часть. Если вам нравятся распаковки, не забывайте оценивать. Обязательно подписывайтесь на мой канал, потому что это постоянная моя рубрика. Я всегда делюсь своими супер классными находками на Валберис, Озон и на других маркетплейсах. Ну и давайте начнем. В прошлом ролике, как раз таки, если вы его смотрели, я вам показывала шикарнейшую обувь. Многие написали, да, обувь классная, тайна, но дорого, блин, стоит. Поэтому в этом ролике я сделала подборку классной, качественной, стильной и красивой обуви по доступным ценам. И первая пара, которую я вам покажу, посмотрите, как классно выглядит вообще. Потрясающе просто это дутики. При всем при этом они супер-пупер теплые, они не тяжелые. Несмотря на то, что у них массивная подошва, она резиновая такая. Наверное, 3-4 сантиметра где-то каблук, высота каблука, она абсолютно не ощущается. Очень удобная модель. И мне понравился, во-первых, цвет. Они супер теплые. И даже в комментариях я, по-моему, читала, что они очень-очень теплые. Мало того, что они дутые сверху, здесь прямо материал, знаете, как у курток. И внутри очень толстый слой искусственной шерсти. Но настолько приятно, мягко ногам, классно, комфортно. И мне еще у этой модели понравилась высота. Закрывает щиколотку полностью. Снег не будет попадать. Это очень круто. Хотя заниженные модели я тоже люблю. Но здесь все-таки более комфортно для нашей зимы. И также мне еще понравилось то, что молния здесь рабочая. И сбоку, и спереди. Вы можете воспользоваться любой молнией. Если вдруг одна сломается, ничего страшного, можно использовать вторую. Очень стильно, очень круто выглядит. И на самом деле обувь удобная, обувь качественная. Один единственный минус у нее был, но уже выветрился этот минус. День, максимум полтора дня, простояли у меня эти ботинки на балконе. И абсолютно никакого постороннего запаха от них не осталось. Швы ровные, клея никакого торчащего нет. Выглядит супер достойно. И поэтому я, конечно же, очень рекомендую. На свой размер, 24,5 у меня длина стопы. Я заказала 38 размер. Ну а если вы любитель темной обуви, если вы предпочитаете черную обувь зимнюю, то я вам предлагаю присмотреться вот к этим ботинкам. У этой модели, кстати, легкий запах остался. Но я думаю, что он тоже быстро выветрится. Что касается качества пошива, качества швов, никакого торчащего клея, тоже здесь все супер идеально. И здесь, конечно, очень классная модель. Мне очень понравилась вот эта шнуровка. Как помните, в прошлом ролике я показывала луноходы. Здесь тоже так же сделали они. Это очень стильно, интересно выглядит. Опять-таки, здесь есть невысокий каблук. Он устойчивый, он очень удобный. Эти ботинки идут на молнии, но здесь есть небольшой нюанс. Не очень удобно надевать, если до конца опускать эту молнию. Я, конечно же, приноровилась, уже просто придерживаю вот эти веревочки. Но можно просто не до конца опускать молнию. Либо вообще я надевала даже без молнии. Но в то же самое время при ходьбе они не выпрыгивают. На ноге сидят они классно. Но и мне очень нравится матовый цвет. Вот это матовое покрытие, как и бежевых вот этих сапожек. Ну, классные модели. Обе очень рекомендую. Вот такие вот крутые дутики. И вот эта модель была в разных оттенках. И светлый цвет, и вот такой черный. И также и эта модель тоже была в разных оттенках у продавцов. Ссылки я вам оставлю. А вот здесь у меня, кстати говоря, 39 размер. На примерке этих дутиков вы увидите на мне вот такой потрясающий пуховик от бренда Тиос темно-бежевого цвета. Опять-таки, если искали что-то доступное, бюджетное, очень красивое, стильное, актуальное именно по фасону. С капюшоном. Чтобы капюшон был комфортным, большой, теплый. Который можно носить даже без шапки. Чтобы вот настолько был продуманный, классный, комфортный, приятный, еще и теплый пуховик. Очень рекомендую присмотреться к этому пуховику. Я себе выбрала 44 размер, хотя заказывала себе два размера, 42 и 44. И когда примерила уже в примерочной, в пункте выдачи, я увидела, что на мне намного лучше сидит 44 размер. Потому что, когда я была в 42, да, он тоже классно на мне сидел. Но когда я делала вот так вот, у меня сдавливало грудную клетку. Хотя объем груди у меня небольшой. Поэтому я вам тоже рекомендую заказывать на выбор два размера. Чтобы, если что, вдруг отказаться от одного, там доставка, ну то есть возврат бесплатный. Поэтому я вот абсолютно спокойненько два себе размерчика заказала. Посмотрите, здесь и подкладка в тон. Здесь мне очень понравилась молния, тоже в тон. И молния очень хорошо работает, вот прям, знаете, как по маслу. И молния здесь бегунок двойной, металлический. Также обращая внимание на детали, мне очень понравился вот этот шнурок, который вдет в капюшон. Для того, чтобы капюшон затягивать, он качественный, он с металлическим наконечником, и он тоже в тон. И он выглядит классно. Вот все в целом, вот какие-то даже мельчайшие детали. Эти кнопочки тоже в тон. Еще мне очень понравилось, что здесь закрывается карман. На внутри кармашка тоже есть скрытые кнопочки. Ну, в общем, классный пуховик, он был в других оттенках у продавца. Так что ссылку я вам оставлю. Как я говорила, у этого у меня размер 44, и на бирке здесь у меня указан размер L. Привет, меня зовут Таня, и я люблю бежевый цвет. Все оттенки бежевого, все оттенки песочного. Поэтому вот это платье-пиджак от бренда Tios у меня появилось теперь в наличии в арсенале 42-го размера бежевого цвета. Хотя у меня есть точно такое же платье в бордовом цвете, я вам показывала в прошлом ролике. И это точно такое же платье, просто бежевое. Оно супер качественное, оно супер круто садится по фигуре. У него классная оптимальная длина. Платье абсолютно не короткое. Также у этого платья есть подплечики, за счет чего платье еще более женственным, красивым становится. И еще в комплекте идет пояс. Конечно же, на пуговице, которая пуговица тоже идеальна в тон, с разрезами на рукавах. И смотрится, на мой взгляд, просто потрясающе. Давайте будем голосовать в комментариях, какое платье побеждает, бордовое или бежевое. Ну и также, под прошлым роликом и в телеграм у меня интересовались, что же за брюки на мне такие классные, светлые. А девочки, это тоже бренд Tios. На самом деле, вот эта модель, которая сейчас на мне, вот эта, вот эта, это самая моя любимая модель, которую я заказываю в третий раз, просто вот в разных цветах. Сейчас вот на мне последние брюки, которые я заказала себе, светло-серого оттенка. Также у меня есть черные, коричневые, и это самые мои любимые брюки. Чаще всего ношу, потому что они идеально мне подходят. Идеально садятся, у них крутая посадка, классная, высокая. И они мне подходят по длине. На мой взгляд, это идеальный вариант на весну, на осень, ну, на холодное время года, потому что ткань плотная, хотя здесь преимущественно хлопок, но ткань напоминает плащевку. И она абсолютно не пропускает холод, она не пропускает ветер, и всегда комфортно. Ну, единственное, зимой, конечно, под на термобелье нужно надевать, тогда тоже будет классно. Обожаю эту модель, поэтому тоже искренне рекомендую, особенно девушкам, если у вас средний рост, либо ниже среднего, то на вас сядет просто супер-пупер-круто. Так, это все Тиос, размеры все свои обязательно внизу подпишу, тоже переходите, знакомьтесь, заказывайте. И, как я говорила, оттенки там были разные у этих брюк, и все крутые, вот реально все крутые цвета. А теперь я вам буду показывать коллаген. Коллаген, мне кажется, что вот каждый раз, теперь как он будет у меня заканчиваться, я его каждый раз буду показывать в покупках, потому что у меня закончился коллаген, который я пью постоянно. Ну, как постоянно, 3 месяца пью, у меня спрашивали, как я пью коллаген для красоты кожи, для молодости, для здоровья, чтобы колени не скрипели, чтобы суставы не болели, чтобы волосы были красивые, гладкие, шелковистые, росли быстро. Самое главное, не ломкие, чтобы были не сухие, чтобы ногти росли. У меня уже девочки вот в комментариях пишут, Таня, у тебя накладные ногти? У меня сейчас на фоне приема вот этого коллагена как никогда классно растут ногти, они у меня не слоятся, они у меня не ломаются. Я их уже сама состригаю, потому что мне просто неудобно. Они растут вообще как ошалелые, просто вот от того, что я действительно пью коллаген. У меня больше в питании ничего не изменилось, кроме как вот того, что я начала в этом году постоянно пить коллаген, пропивать курсами. И у меня поэтому появился стимул ухаживать за ногтями, постоянно менять, делать какой-то маникюр, красить их. И короче говоря, вот это реально палочка-выручалочка моя, коллаген, который я заказываю на Валбере, заказываю уже не первый раз. Банка заканчивается, я заказываю новую, банка заканчивается, заказываю новую. И мой самый любимый вариант вот от этого производителя, MF Nutrition, коллаген 2000 мг, который идет сразу с витамином С и гиалуроновой кислотой. А коллаген усваивается, эффективность у него повышается, как раз таки, когда ты принимаешь его вместе с витамином С. А плюс еще вот особенно для суставов, для гиалуроновой кислоты, она как масло, как такая смазка. Это я не сама придумала, это я как-то врача слушала, вот запомнила этот момент, что он тоже говорил, что полезно пить коллаген с витамином С, гиалуроновой кислотой. Потому что у вас все суставы смазываются, достаточное количество жидкости, вы пьете еще этот коллаген. Очень рекомендую, если вы в поиске хорошего коллагена, а это хороший, качественный, проверенный коллаген, который прекрасно растворяется, который очень легко пить, от которого нет противного послевкусия. Потому что это морской коллаген. Морской коллаген считается более эффективным по сравнению, например, с говяжьим коллагеном. Мне даже подписчики писали под предыдущими комментариями, кто-то сразу три банки заказывал, продавец отправлял шейкер в подарок. Поэтому имейте в виду, для того, чтобы курс пропить, в любом случае нужно три банки пропить, чтобы увидеть результат. Хотя вот уже, наверное, где-то через полтора месяца вы уже почувствуете результат даже на ногтях, даже на волосах. Поэтому вот моя пустая баночка, точно такая же банка у меня закончилась. Если выбирать коллаген, то выбирайте обязательно, чтобы у него был вот такой чистый состав, чтобы там был только коллаген, чтобы желательно был витамина С, гиалуроновая кислота и больше ничего, никакого сахара, никаких подсластителей. А здесь, если посмотреть, помимо того, что я перечислила, есть еще натуральный краситель красная мачо. И все. И пью я коллаген каждое утро натощак за полчаса, минимум за полчаса до еды. Если есть какие-то у вас противопоказания, если у вас есть какие-то болезни, ЖКТ, обязательно проконсультируйтесь, конечно, с врачом. Но вот этот коллаген я обожаю, поэтому продолжаю его заказывать. Он приходит полностью запечатанный, недорогой, но действенный, рабочий, проверенный. И там очень много отзывов. Я не знаю, напишите в комментариях, заметили вы или нет, но у меня немножко изменились волосы, именно цвет волос. Я уверена, что кто-нибудь обязательно спросит, Таня, что ты сделала с волосами, что это, блин, такое? А все потому, что я обожаю эксперименты, обожаю меняться и очень люблю менять образы. Особенно, когда это безопасно, когда это временно, когда это смоется и не нужно ничего там перекрашивать и так далее. Это просто тонирующая краска, это просто тонирующий бальзам, который я заказала себе на пробу, когда увидела в распродаже на Черной Пятнице. И он мне уже успел прийти, я уже успела им воспользоваться. И это Blonde Evolution Rose Bloom называется оттенок, оттеночный бальзам для волос. Пастельные оттенки. Но честно вам хочу сказать, что вот тот оттенок, который на упаковке и тот оттенок, который у меня получился, мне кажется, чуть-чуть они отличаются. Я даже распаковку не снимала, даже не снимала сам процесс, потому что я вообще не верила в то, что у меня что-то путное получится. Но напишите, как вам результат. Я вообще-то очень сильно довольна. И я планирую еще прикупить эту краску. Может попробовать не краску, это бальзам. Может попробовать какие-то еще другие оттенки. Этот бальзам был абсолютно недорогой. Если вы тоже хотите поэкспериментировать и просто посмотреть, даже какие-то прядки попробовать сделать фиолетово-розоватые, вот такие, да, как у меня, если у вас светлые волосы, то это то, что нужно, то, что доктор прописал. Если интересно, ссылку на этот бальзам я вам обязательно оставлю тоже внизу в инфобоксе, где я заказывала. Может где-то дешевле найдете, ну смотрите сами. Но хочу сразу предупредить, что держала я не 20 минут, как тут производители рекомендуют, а минут, наверное, 40. Волосы этот бальзам не портит, потому что здесь нет никаких оксидов, нет никакого такого жесткого химического воздействия. Это просто оттеночный бальзам, поэтому у меня с волосами все хорошо. Ну и дальше продолжим, опять-таки, покупками Яндекс.Маркет. Следующая моя красота и моя супер желанная покупка, это то, что я как только увидела, сразу сохранила изображение, картинку себе. И когда я планировала, я составляла план покупок, делала в фотошопе примерный план нашей комнаты, спальни, я вам вставлю, может даже фотографию, мне не жалко. Как я смотрела, все складывала, я увидела вот это панно настенное, это украшение настенное и сразу сохранила и примерила на стене, как это будет выглядеть вместе с кроватью выбранной, вместе со всей мебелью. Я, кстати, стул, стол вам уже показывала, а шкаф придется в следующем ролике показывать, потому что иначе этот ролик будет длиться 3 часа. И так вот, пришло мне вот это панно, посмотрите, я когда его открыла, я думаю, боже мой, как же, ну это нереально красиво. Компания, кстати говоря, сам производитель, вот эта фирма, это немецкая и изготовлена эта, это не китайская продукция, очень-очень качественная. Вот каждая мелочь, каждая деталь, каждый лучик, это именно, они сделаны из металла, это достаточно тяжелое вот такое изделие, зеркало. Ну, конечно же, я купила не в качестве зеркала использовать, я сейчас еще не решила, где повешу, изначально я планировала над кроватью повесить. Скорее всего, так я и сделаю, пока еще не знаю, но когда мы всю мебель расставим, когда будут уже обои наклеены, тоже я уже созванивалась с мастером, она должна прийти и поклеить скоро обои. Я вам, конечно, покажу, как это все будет выглядеть, но это солнце, это просто великолепие, это настолько красиво. У меня вот это декоративное украшение стоит, чтобы вы понимали, дороже, чем стол, дороже, чем стул. Но оно реально того стоит, потому что оно будет просто, я не знаю, вишенкой на торте. С обратной стороны оно выглядит вот таким образом, есть здесь место для того, чтобы крепление, чтобы его повесить прям хорошо, потому что, как я говорила, оно тяжелое, и здесь написано, что сделано в Тайване. Ширина изделия здесь была указана 49 сантиметров, а диаметр, по-моему, где-то 12 сантиметров именно самого зеркала. Оно маленькое, оно, кстати говоря, объемное, немножко такое, как будто бы на подставочке. И здесь акриловые стразы. Очень, кстати говоря, вот эти стразы выглядят красивыми. Это, конечно, не стекло, но они все равно переливаются, и когда преломляется свет, они прямо очень выглядят роскошно. Вот это именно то слово, которое подходит. Мне кажется, под это украшение это роскошь, но такая, знаете, сдержанная, когда не дорого-богато, а когда очень стильно и очень-очень красиво. В общем, пишите в комментариях, как вам. Я в восторге от этого солнца. У нас будет свое солнце, представляете, в комнате. Ну и лучи здесь, конечно же, это серебристый металл, причем лучи не в один слой, они как бы в два или даже в три яруса. Да, три яруса. Видите, они такие вот прямо объемные. И создается какой-то невероятный, потрясающий эффект создается от них. Очень красиво. Короче, я обожаю, просто очень жду, когда уже мы соберем кровать, потому что кровать стоит, ее нужно только собрать. Если дальше идти по ремонтным покупкам, как-то я обошла стороной, в покупках не показывала вот эту лампу Гаусс. Но, так как я заказала вторую лампу, точно такую же, после того, как первая нам безумно понравилась, мы решили Сашуле заказать точно такую же лампу, чтобы ей не обидно было. У них будут абсолютно одинаковые лампы. Я думаю, надо показать, потому что лампы реально крутые. Я не могу сказать, что они какие-то супер уникальные, но они по стоимости дешевле, чем светильники IKEA, которые я тоже в Яндекс.Маркете сначала смотрела. IKEA светильники, они более качественные. Ну, как мне Антон объяснил, что Гаусс, это очень классно, и он говорит, это крутая фирма. Давай сразу купим Гаусс, потому что у нас, он говорит, я всегда все лампы беру от этого бренда, именно этой марки. Мощность светильника 8 Вт, световой поток 600 люменов, а также нейтральный свет, у него 4000 температура. Индекс цветопередачи больше 85. Ну, в общем, я вам обязательно покажу здесь и коэффициент мощности, и коэффициент пульсации. У него есть пылевлагозащита, гарантия 2 года, срок службы 35 тысяч часов. Температура эксплуатации от минус 20 до плюс 50 градусов по Цельсию. И на самом деле мне безумно понравилось как раз таки то, что здесь у освещения этого нет пульсации. Как у недорогих ламп, очень часто ощущается, как будто какое-то такое мелькание. У этой лампы действительно такого нет. И еще мне безумно понравился тот момент, что даже если эта лампа прям полдня стоит, работает, она не горячая, как опять-таки какие-то супербюджетные лампы. Здесь можно менять, очень мягко меняется, плавно угол, причем можно поворачивать вот так, вот так. И еще безумно понравился дизайн, он супер минималистичный, абсолютно не отвлекает от работы. И девчонкам вот то, что надо. Направлять можно этот цвет. И еще очень классный момент, который девочкам моим понравился, он сенсорный. И ты просто слегка прикасаешься, он включается, слегка прикасаешься, он выключается настолько легко, нет никаких кнопок, ничего у вас не будет никогда ломаться. И еще мне так же понравился момент, так же как и девочкам, кстати говоря, да и Антону тоже все в восторге были. Тоже, когда ты подольше придерживаешь, задерживаешь палец свой, не нужно его нажимать, просто приложили палец и можно регулировать уровень освещения. Есть встроенный диммер, он как там называется. В общем, это просто такая классная находка, очень рекомендую. Также здесь и провод достаточно длинный, наверное, где-то полтора метра. А еще Антон мне сказал, что этот светильник суперэкономный, когда я сказала девчонкам, чтобы они за собой не забывали выключать свет. Он говорит, даже если весь день будет работать эта лампа, 8 ли копеек, либо 80 ли копеек, но он посчитал, он говорит, это вообще ничего страшного, даже если забудут. Потому что суперэкономный этот светильник. И плюс еще у нас у Сонечки, конечно, плохое зрение, она очки носит, у нее ухудшилось зрение. Вот в этом году начала носить очки, когда пошла в школу. Ну и, конечно, для нас было важно, чтобы освещение было хорошее, без пульсации, чтобы было комфортно глазу. И здесь вот, например, даже производитель в описании пишет, что здесь отсутствие пульсации обеспечивает комфорт, уменьшает нагрузку на зрение при долговременной работе. Высокий индекс цветопередачи, никакого тусклого света, только приятный яркий оттенок, комфортный для глаз. Вот, поэтому заказали эти светильники. Если вы искали крутые, классные, с очень минималистичным современным дизайном, то очень рекомендую. Хорошие светильники. Ну и также из полезных покупок покажу наушники, которые мне опять-таки помог выбрать Антон. Тоже заказывала на Яндекс.Маркет. Ссылку оставлю на Яндекс.Маркет. Ну, можете посмотреть в других магазинах, может быть, где-то стоит дешевле. Потому что я покупала с промокодами, это закрытые динамические наушники. И Антон сказал, что вот этот бренд Sennheiser продает нормальные наушники. Мне нужны были именно динамические, я не хотела беспроводные. Но мы выбрали наушники, которые идут с супер длинными проводами. Если вы ночью смотрите, когда дети спят какие-то фильмы, можно вот даже вот такие наушники взять, купить, спокойно лежать на кровати и смотреть даже фильмы. Качество звука мне очень понравилось. Хорошая изоляция звука и меня не слышат. Я посторонние звуки не слышу. И самое главное, у меня голова не болит после этих наушников. Почему я как раз-таки и решила поменять наушники. У меня до этого были тоже фирменные, хорошие наушники, беспроводные. Но они очень сильно давили. У меня потому что объем головы достаточно большой. А здесь вот эти наушники, они комфортные. Поэтому мне понравились мягкие, классные подушечки вот такие. Были и другие, по-моему, цвета. Но вот мы решили черный заказать. Обычный, классический для моего ноутбука. Работаю в них постоянно и мне очень нравится. Одна еще посылка завалялась у меня с Джум. Скоро придет еще, кстати, спортивный костюм мой с Джум. Тоже буду вам показывать. Он придет вот такой вот супер неоновый, как мои ногти. Сейчас посмотрим. Буду показывать новые тренировки свои, какие я делаю. И я заказала бежевый. Я же говорю бежевый. Привет, меня зовут Таня, я люблю бежевый. Вот это про меня. Обожаю просто все оттенки коричневого. Особенно, когда вот они именно такие благородные. Когда они дорого выглядят. Несмотря на то, что этот чехол за 100 рублей я заказала на свой айфон. Классный недорогой чехол. Идеально подошел под мой айфон новенький. И идеально закрывает весь, все бока, абсолютно весь телефон. Ну, заднюю крышку я имею ввиду. И также еще вот этот островок тоже, где объективы находятся. Тоже все закрывает отлично. Мне понравился. Тоже, если интересно, могу ссылку оставить. Ну, цвет, конечно, чехла просто великолепный. Идеален. На осень. Осенью всегда тянет на такие оттенки. А вот этот у меня прям такой зимний чехол. Чехол снежной королевы. Хотя это не про меня. А дальше я планировала показать вам шкаф. Но сейчас мне муж привез мой заказ с Фаберлик. Поэтому я решила вам показать его. Там много всего интересного. И классная одежда. И капор я себе заказала. Поэтому прям очень хочется прямо сейчас с вами распаковать. И посмотреть на мои первые впечатления. Ну, девчонки. Ну, вот это про меня все. Меня зовут Таня. И я люблю бежевый цвет. Сейчас будем примерять вместе с вами. Вот этот капюшон. Это капор вязанный. А это я заказала специально носки бежевые. Они такие высокие, комфортные, эластичные. И идеально у них бежевый цвет. Вообще просто обожаю. И буду носить со своими кедами. Которые я в прошлом ролике вам показывала. На самом деле специально под них и заказала. Под них будет просто супер идеально. На самом деле вот голые щиколотки зимой. Это не про меня. Я все закрываю вообще. Я очень люблю, когда мне тепло. И когда мне хорошо. А теперь давайте вот этот капор открывать. Здесь 50% акрила. 25% нейлон. 25% спандекс. Хотя по ощущениям я вот прям была уверена, что здесь есть шерстка. Прикол в том, что у Фаберлик этот капор стоил 799 рублей. А у меня еще есть моя объемная скидка. Ну то есть я вообще реально за копейки себе заказала. Огонь! Напишите в комментариях, как вам. Я просто не ожидала, что мне понравится этот капор. Если честно, я особо ни на что не надеялась. Я думала, мне такая модель, когда вот так вот все затянуто, особо не подойдет. Но как же я понимаю, что это будет супер круто. Вот знаете, очень много курток, шуб, пальто, пуховиков, которые вообще горло не закрывают. И ты вот набираешь вот эти вот все шарфики, заматываешь, заматываешь. А здесь ничего не надо заматывать. Здесь просто вот смотрите, как все закрыто. Будет супер тепло. Если бы я знала, что эти носки будут вот так вот оформлены, я бы заказала сразу две пары. Мне кажется, там еще были другие виды. На какой-то милый презентик на Новый год. Ну, идеальный вариант. Это детские носки. Я с Ашулей заказала. Буду заказывать еще и Сонечке. Я вообще про него забыла. А он какой красивый. Вы посмотрите на это. Я обожаю сейчас этот принт. Даже просто трогать. Даже прикасаться к палантину очень приятно. Несмотря на то, что здесь вискозы всего 15%. И этот палантин должен быть просто огромный. Но он тоненький, кстати говоря. Но его можно сделать в два слоя. Вполне себе. Посмотрите, какой он большой. Здесь, кстати говоря, посмотрите, уже как-то неаккуратно что-то подрезано. И тут, представляете, порезы. Это типа у них так задуманное. Я что-то не пойму. Если все дальше еще просмотреть. Ну, так остальное вроде бы в двух местах. Я не знаю, откуда вот эти порезы. Ну, короче говоря, если что, проверяйте в пункте выдачи. Представляете, как будет круто с моим новым пуховиком бежевым. Который я вам показывала. Который, в принципе, однотонный. И его вот такими аксессуарами разбавить. Это будет, мне кажется, просто супер-дупер классно. Я очень довольна. Даже несмотря на какие-то нюансы, которые я вам уже показала. А вот так этот палантин смотрится в качестве головного убора. Вполне тоже можно носить. Конечно, он будет не супер теплый. Но если вы любите носить платки и всякие разные палантины, очень рекомендую присмотреться. Потому что оттенок, ну, сам принт классный. И оттенки, которые здесь использованы, они тоже... Я понимаю, что вам, наверное, надоело это слово благородный. Ну, действительно, прям благородный. Такие приятные, не кричащие оттенки. Очень-очень-очень нравится. Прям вообще. Ну, красиво. Мне кажется, что красиво. Как вам? Вам вот это просто надо видеть. У меня здесь столько красоты. У меня просто... У меня слов нет. Насколько это все красиво. Насколько это все мило, классно выглядит. И это крутые идеи подарков, если вы делаете заказы в Фаберлик. Если вы там зарегистрированы, либо сейчас зарегистрируетесь и будете покупать все это со скидкой консультанта. Очень-очень рекомендую. Потому что это выглядит потрясающе. Потому что скоро Новый год. Куча праздников у нас впереди. И, конечно же, вот такие милые презенты, которые можно подкладывать к основным подаркам. Можно из нескольких таких мелочей сделать какие-то классные подарки. Я прям вообще от души рекомендую. Сейчас у Фаберлик много крутого появилось. Я, например, приобрела Арома Саше. Вот это у меня аромат роза. Здесь действительно преимущественно натуральный состав. Даже воск здесь соевый. Я обожаю запахи. Я вообще нюхач. Не могу сказать, что пахнет прям на 100% розой. Какой-то цитронеллы. У меня было эфирное масло цитронеллы когда-то. На самом деле есть здесь отголоски именно цитронеллы. Стоимость этих Арома Саше 159 рублей. Каждая. Ну и я, соответственно, еще и дешевле, конечно, покупаю. Так как у меня объемная скидка уже давно накопилась. И второе у меня тут цветочный аромат. Я взяла вес 30 грамм. Состав примерно схожий. Но здесь уже не бутонный роз. Здесь прям действительно лепестки василька. Посмотрите, как красиво выглядит. Просто вау. Ну, выглядит очень-очень мило. Всякие разные ароматические штучки. Если любите, присмотритесь. Вот эти маски я повторно заказываю. Они стоят каждое буквально там по 100 рублей. Успокаивающая бабл маска для лица латте, зеленый чай. И питательная бабл маска для лица шоколадной латте. Они идут двойные. Мне их хватает, кстати говоря, на два применения. Они пузырятся. И здесь прикол в том, что они состоят из двух частей. В одной части как бы эссенса, которая смешивается с самой маской. И она начинает немножко пузыриться. Но не так, как классические корейские пузырьковые маски. А очень мелкие-мелкие, как бы и мелкие пузырьки, которые еле ощущаются. И действие этих масок мне очень даже понравилось. Поэтому я даже повторно купила. Хотя уходовая косметика Фаберлик я, в принципе, не пользуюсь. И мало что пробовала. Но вот эти маски я увидела как-то в новинках, заказала. И мне они понравились. У компании Фаберлик еще эфирные масла есть. Которые я постоянно заказываю. И тоже просто не показываю в покупках. Стоимость этого масла 399 рублей. Объем здесь 5 миллилитров всего лишь. Заканчиваются у меня все эти аромамасла очень быстро. Все эти эфирные, именно натуральные масла. Потому что я каждый день ими пользуюсь. И в течение дня. И на ночь я всегда заливаю то эвкалипт, то гармония. Ну разные-разные все вот эти комплексы. Я у них все больше покупала. Кроме этого. Тут я подумала, ну как бы мне секси особо зачем. Я и так вроде бы ничего. Это просто потрясающе. Я в свою аромалампу использую где-то 2-3 капли. И мне этих 2-3 капель достаточно для того, чтобы аромат распространился по всей спальне. И потом там я кучу всего я заказала девочкам своим на подарки. Это то, что я сейчас вам покажу и спрячу, чтобы девочки не видели. Я заказала только для того, чтобы... Только потому, что я знаю, что все это раскупят. Потому что это раскупили. И в принципе я потом заходила уже на следующий день. По-моему буквально не было очень многих товаров, которые я заказала. И я вам сейчас покажу безвредные детские лаки на водной основе. Безвредных компонентов. Которые я тоже раньше покупала. Кстати, на iHerb набор. У меня девочки просто обожают. Они постоянно играют в салон красоты. И iHerb только недавно у нас все высохли. Что-то там закончилось. И я на замену заказала вот такие вот 4 лака. Это тоже новинка у компании Faberlic. Детская линейка косметики. Она вся такая мимимишная. Очень классный у них дизайн. И я, по-моему, все оттенки взяла, которые там были. Каждый лак стоит 95 рублей. Оттенки прям супер красивые, яркие. И они идут с шиммером. Такими мелкими-мелкими блесточками. Которые прям очень красиво переливаются в банки. Ну и банка в виде, в форме сердечка. И еще вот столько красоты. Девчонкам заказала два бальзама. Один называется Frozen Crystal. А второй Frozen Crystal. Розовый и такой голубенький. И прикол в том, что они выглядят как стекло. Они абсолютно прозрачные. И это детские бальзамы для губ в очень интересных футлярчиках. Таких кругленьких, красивом оформлении. Открывать вам их не буду, потому что хочу, чтобы девчонки сами свои подарочки потом распаковали. Но стоимость у них где-то около 100 рублей. 120, может быть, рублей максимум. И прикол в том, что они, конечно, выглядят именно внутри очень интересными, очень необычными. Так что я думаю, что девочкам точно понравится. Вы в салон красоты. И это все я купила. Также девчонкам тоже на подарки я заказала вот это сонечки. Я взяла сияющий блеск для губ. Сейчас скажу вам, сколько стоит. 127 рублей клубничный бантик. Глэм Китти линейка. Очень красивое оформление. Просто ох, какое мимимишное все. И за 127 рублей заказала вот такой бальзам для губ Сашули. В форме медвежонка что ли розового. Даже не знаю, кто это. Какое-то животное. Но ей я решила не блеск взять, а именно бальзам для губ. Потому что Сашульке всего 5 лет. И также еще я заказала вот такой блеск для губ. Но насколько я понимаю, пользоваться им буду я. Потому что это вроде бы как взрослая линейка. Этот блеск стоит 159 рублей. Тон называется. Искристые снежинки. Вес 3 грамма. Девчонки, это потрясающая находка. И очень классная новинка. Единственное, сначала мне как бы не понравился аромат. Но сейчас я уже к нему привыкла. Пока наносила, пока вот ношу, хожу. Очень он комфортный. Он абсолютно не липкий. И вот эти искрящиеся как раз частички. Они именно как искорки. Это не как шиммер. Они вот эти блестки, микроблесточки. Они абсолютно не чувствуются на губах. На губах блеск лежит. Супер комфортно. Даже сейчас я разговариваю. И у меня, знаете, когда ты смыкаешь губы, ничего не прилипает. Прям приятно. На самом деле, я вот смотрю на свои губы, смотрю на этот эффект вблизи. И понимаю, что я теперь не хочу блеск для губ от Натальи Иши. Я этот блеск прям, девчонки, реально рекомендую. Если вы любите блески для губ, если вы искали именно вот такие вот сияющие искорки, неявные. Вам точно сюда. Очень красиво. Соль для ванны с пеной, молоко с медом. Выпустила компания Фаберлик в линейке, в коллекции как раз-таки зимней. Я люблю зиму. Очень красивое оформление. Классно опять-таки и на подарочки покупать, и делать вот какие-то классные наборы. Но и в принципе соли для ванн от Фаберлик я люблю. И вот здесь, несмотря на то, что масса всего лишь 100 грамм, но этого достаточно на один раз. И пена обильная всегда получается. Я еще не пробовала, но я просто от Фаберлик очень уже много лет заказываю и постоянно пользуюсь какими-то такими именно мыльно-рыльными принадлежностями. Они у них действительно супер удачные, несмотря на то, что очень бюджетные. И еще из зимней линейки я заказала крем для руки интенсивное питание. Около 100 рублей стоит. Также чуть выше 100 рублей, наверное, стоит шампунь, бальзам тоже. Все вот в одной линейке, все в одном стиле. И мыло фигурное, типа около 60 рублей стоит в форме звездочки. Ну и в принципе, если вы на бюджете, можно за 200 рублей собрать вот такой вот классный подарочек. И кстати, по поводу подарков и оформления подарков, компания Фаберлик тоже думает о нас. Производит бумажные пакетики, которые я каждый год покупаю. Они стоят по 30 рублей, по 40 рублей. А еще, кстати, я всегда каждый год у них покупаю очень много кускового мыла. Стоимость этого мыла 63 рубля, масса 65 грамм. Очень классное оформление. Посмотрите, какой дракончик. Потому что новый 2024 год. Представляете, уже чуть-чуть осталось. Какой-то месяц практически. Он будет годом дракона. Вау! Я не могу понять, чем пахнет. Но это что-то очень знакомое. Но у компании Фаберлик никогда не встречала такую отдушку. Очень приятный, свежий аромат. Скорее, зеленый чай, наверное. Я так охарактеризую его. Я люблю от компании Фаберлик. Иногда заказываю бытовую химию. Вот взяла сейчас антистатик. Акваспрей это самый лучший антистатик. Поэтому я его только заказываю и только им пользуюсь. Потому что он идет не в виде аэрозоля. Он на водной основе. И работает он круто, как антистатик. И он абсолютно без аромата. Ну и еще первый раз на пробу я себе заказала. Знаете, что у компании Фаберлик? Мусс и лак. Подвижная фиксация. Не знаю, нормально они или нет. Но, в общем, решила попробовать. Потому что я сто лет не покупала себе муссы. А когда я укладываю волосы, если я не использую никакие укладочные средства, у меня волосы быстро выпрямляются. Поэтому я решила заказать себе. И еще заказала стеклянную пилку для ногтей. Она пришла у меня даже в футляр. Я девчонкам еще заказала вот такие акриловые колечки. Чуть не забыла. Они такие красивые. Они такие миленькие. Но мне, да, мне на мизинец только. С голубой кошечкой и фиолетовые. Кошечки с коронами. Очень удобные. Очень, кстати говоря, они такие прям гладенькие, комфортненькие. На мизинец идеально. У меня, кстати говоря, посмотрите, какой мизинец кривой. Еще и задергался, видимо, постеснялся. На этой суперинтересной истории про мой мизинец я буду завершать этот ролик. Спасибо огромное за ваше внимание. Огромная благодарность за то, что вы тратите свое время, пишите комментарии. И на самом деле я всегда стараюсь каждый положительный комментарий, когда я вижу, что вы от всей души написали, всегда отметить, ответить, сердечко поставить, не пропускать комментарии. Потому что я вижу, что когда кому-то что-то нужно, например, узнать, да, он пишет комментарии с вопросом, а многие пишут просто так, просто какие-то приятные вещи, просто приятные комментарии. Спасибо, что уделяете мне время и спасибо, что активничаете вообще под моими последними роликами. Очень высокая активность. На самом деле это продвигает мои ролики, это помогает продвижению моих роликов. Какие-то негативные комментарии тоже помогают в продвижении роликов. Если я раньше блокировала, убирала там какую-то, как бы, да, условно грязь, то, что я типа принимала за грязь, теперь я это не убираю, потому что это прекрасный инструмент. Нужно, я такая, Тань, бери от жизни все. Поэтому я всех принимаю. На самом деле спасибо всем, кто любые комментарии оставляет. Вы все классные. Я вас всех люблю. На самом деле необязательно этот человек должен быть плохим. Кто пишет, оставляет какие-то такие комментарии не очень приятные. Может быть, он прекрасный человек в жизни. Может, это прекрасная мама, прекрасный там муж, прекрасная бабушка. Но просто вот накопилось, куда-то нужно выплеснуть. Поэтому, пожалуйста, используйте как площадку для выплескивания всех своих эмоций. Кто испытывает позитивные классные эмоции, обязательно тоже делитесь своими позитивными эмоциями, потому что ваш позитив, он приумножается и приходит к вам обратно, еще в двойном размере. Мы с мамой, кстати, мои очень часто говорим о том, что счастье, которым ты делишься, да, счастье на двоих, это счастье, умноженное на два раза, двойное счастье, оно реально увеличивается, какая-то позитивная энергия. А горе, которым ты делишься с человеком, это как бы горе пополам. Поэтому огромная благодарность за вашу активность, за ваши просмотры, за ваши лайки, дизлайки, за все-все-все комментарии, за то, что вы просто даже тратите на меня свое время. Если вы тратите на меня свое время, я так понимаю, что вам интересно, и вам приятно провести со мной время, а мне приятно снять ролик и получить, и с вами поделиться своей энергетикой, и от вас получить обратную связь. И это моя работа, и заработать на этом, и это самое, наверное, прекрасное, что может быть. На этом я с вами прощаюсь. Спасибо. Пока-пока. До новых встреч в моих новых роликах.